сегодня начинаем новую тему гистология гистология это наука о строении и функциях тканей животных организмов и эта наука изучает четыре вида тканей мышечную нервную соединительную и эпителиальную я не случайно выстроил этой виды в такой последовательности знакомый с моими прежними материалами по серии мир человека слушатель скажет а где же дихотомия пара почему сразу 4 начну отвечать со второго вопроса четыре вида ткани четыре стороны света четыре периода деления года а теперь включаем воображение правое полушарие мозга строим дом берем цементный раствор и заливаем фундамент раствор раз затем берем кирпич и с помощью раствора делаем стены дома кирпич 2 затем завозим дерево доску и брус 3 из бруса делаем балки крыши наружные внутренние каркасы оконные дверные проемы брусы под пол затем все изнутри снизу сверху и снаружи оббиваем доской делаем двери и окна и получаем отличный дачный домик затем внутри домика прокладываем электропроводку со всеми ее выходами и получаем самодостаточный летний домик электропроводка 4 как видите нам понадобилось четыре вида строительных материалов и мы сумели с их помощью построить домик кирпич как мышечная ткань цементный раствор и шурупы как соединительная ткань брус и доска как эпителиальная ткань проводка в изоляции как нервная ткань вот так если все это себе представить проанализировать то действительно при наличии этих материалов инструмента и рабочих рук элементарно построить функциональный самодостаточный дачный домик вот так и мы с вами построены из четырех видов тканей теперь вопрос пар из теории поля жизнь это движение что движет всеми организмами мышечная ткань потому я и поставил ее на первое место рассмотрения но чтобы мышца сократилась нужно ее ужалить током и это делает нервная ткань вот вами первая пара мышечная и нервная ткань но их нужно соединять и удерживать в определенной конфигурации относительно друг друга а а это с удовольствием делает соединительная ткань плюс нужно оградить эту конструкцию от внешнего мира и внутренних полостей и это с удовольствием делает эпителиальная ткань вот вами 2 пара две пары в сумме 4 вот так два полушария мозга отвечают за получение информации из но сферы и за анализ внутренней информации и с одной стороны получают информацию от всех органов и систем а с другой стороны отправляют импульсы к этим органами системам через волокна нервных клеток вот она задача нервной ткани мышечная же ткань управляемая нервными клетками осуществляет движение непосредственно наше с вами проживание деяние функционирование выполнение жизненной задачи двигаются наши глаза фокусируется зрачок находим глазами пищу с помощью движений телом захватываем пищу и кладем ее себе в рот затем ее жуем затем перистальтика кишечника прогоняем ее по туннелям переваривание и теми же усилиями мышц выжимаем ее из прямой кишки наружу нервная дает импульс мышечная действует соединительные соединяет все внутри нас в единое целое как цемент наши кирпичики и как шурупы нашей досточки и бруски а эпителиальное как одежка как граница с внешним миром для сохранения нашей целостности и поддержания постоянства внутренней среды гомеостазиса вот все просто включить воображение и сложное страшное становится простым и ясным вот такое у меня получилось вступление в науку гистологии а далее начнем непосредственно изучение этих тканей и предлагаю начать с мышечной следующая тема мышечная ткань кому нравится моя подача заходите в списке воспроизведения смотрите плейлисты уже подана клетка межклеточное пространство также материал о лимфе иммунитете теперь начинаем непосредственно говорить о человеке о нас с вами надеюсь мы сумеем двигаться вперед не облиниться и не остановиться в пути к знаниям до свидания до новой встречи